55 церковных центров гуманитарной помощи открылись в регионах России за период с 1 июня 2016 года. Это стало возможным благодаря общецерковному сбору средств, объявленному Патриархом накануне Дня защиты детей в минувшем году. И работа в этом направлении продолжается. Накануне в Москве был освящен новый гуманитарный центр, организованный Православной службой помощи и милосердия, для которой центр стал 27-м социальным проектом. С подробностями Галина Ледвина. Епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон осветил гуманитарный центр. Его главная цель – поддержать в кризисной ситуации беременных женщин, нуждающиеся в многодетной семье. В том, что такая помощь очень нужна, свидетельствуют цифры. По оценкам специалистов, только в столице более тысячи беременных и молодых матерей находятся в ситуации острого кризиса из-за отсутствия поддержки отца-ребенка, родственников и других причин. Многие от отчаяния решаются на аборт или оставляют ребенка в родильном доме. Церковь сейчас активно очень предлагает отказаться от производства абортов за государственный счет. И наши противники, те люди, которые считают, что государство должно оплачивать аборты, они говорят, а как же бедные эти женщины. Они часто делают аборт, потому что у них нет денег на содержание ребенка в его воспитании. Но церковь не только предлагает запретить аборты, она всячески поддерживает тех людей, которые оказались в трудной ситуации из-за того, что не появляются дети. Работать центр будет по принципу магазина, но товары в нем можно брать бесплатно. В маленьком помещении сделали все возможное, чтобы, несмотря на трудное финансовое положение, женщины, которые только ждут ребенка и те, у кого есть дети, чувствовали себя комфортно. И что очень важно, не просителями, а посетителями. Мы помогаем сделать выбор в пользу жизни ребенка, оказывая всю необходимую помощь. И обеспечиваем их всем необходимым. Мы постарались создать такую атмосферу, где бы каждая мамочка, каждая бы семья не чувствовала себя нуждающейся в чем-либо. А наоборот, имела бы возможность прийти, выбрать все необходимые вещи, при необходимости примерить. Мы готовы напоить девочек чаем, угостить их сладостями, когда они будут сидеть и ждать свои очереди в получении вещей. В Москве поддержку в трудной ситуации беременные женщины и молодые мамы находят также в кризисном центре службы милосердия – «Доме для мамы». Каждый месяц порядка 150 малоимущих женщин здесь получают бесплатные продукты и одежду. Теперь они могут получать помощь в новом центре. Как отметили в службе милосердия, вся работа на этом направлении подчинена главной задаче – помочь женщине сохранить беременность, сделав выбор в пользу ребенка. В этом центре, в милосердии, очень нам помогают. Нам дают спокойствие, нам дают любовь, и мы многое от чего пересмысливаем в нашей жизни. Когда ты одна, допустим, беременная, либо у тебя сложности в семье, и ты понимаешь, что идти в принципе некуда, когда у тебя нет ни жилья, ни знакомых в чужом городе. Ну, очень сложно. И вот такие центры, как «Дом мамы», такие центры, как служба милосердия, фонды, они поддерживают. Тут ты можешь немножко собраться силами, переосмыслить опять. И начать дальше думать, как жить в дальнейшем. Новый центр гуманитарной помощи службы милосердия находится на территории Синодального отдела по церковной благотворительности. По адресу Николаимская улица, дом 57, строение 7. Центр будет работать со среды по субботу с 10 до 19 часов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова